Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы проводим очередной прямой эфир с экспертом для обсуждения актуальной темы международной повестки дня. Сегодня наш гость Андрей Сергеевич Миллер, советник по развитию бизнеса Baltic Wind ГМБХ, постоянный участник российско-германского форума «Поздамские встречи», который ежегодно проводит фонд Корчакова совместно с нашим немецким партнером Германо-российским форумом. Обсуждаемая нами тема сегодня – «Северный поток-2» и его строительство. Мы понимаем, что сооружение «Северного потока-2» остается одной из главных тем последних лет. Создалось впечатление, что после запрета швейцарским труппопроводчикам проводить работу, пуск газопровода откладывается на неопределенное время. Потом оказалось, что нужное судно есть у российской стороны, и тогда Дания запретила прокладку трупов в своих территориальных водах. Все-таки проект сдвигается с мертвой точки. Мы могли наблюдать за этими новостями совершенно недавно. После поисков мин и захоронения химического оружия все же Копенгаген 6 июля выдал долгожданное разрешение. Андрей, могли бы Вы, пожалуйста, пояснить, что за история была с июньскими военными учениями НАТО? Сначала сообщалось, что, с одной стороны, корабли Альянса искали мины во времена Второй мировой войны, затем на дне якобы находилось химическое оружие. Насколько все это, на Ваш взгляд, соответствует истине, и почему в этой во всей истории в зависимость от Северного потока-2 попала именно Дания, от решения всего вопроса? Да, Дарья, спасибо большое за представление, спасибо большое за приглашение. Постараюсь ответить на вопрос, в том числе в контексте тех мнений, которые обсуждаются на этот счет в Германии. Не секрет, что Северный поток – это достаточно болезненная тема, обсуждаемая в Европейском Союзе уже не первый год, встречающая на своем пути очень сильное сопротивление, и в рамках этого сопротивления используются различные аргументы, и противники этого проекта продолжают их использовать и искать новые пути для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему строительству газопроводов. Вкратце, критика Северного потока заключается со стороны этих противников проектов в опасениях европейских стран в том, что будет наращиваться зависимость этих стран от российского газа, от российских энергоносителей, что Россия будет манипулировать политикой этих стран, в том числе с помощью экономических инструментов и цен на энергоносители. также называются опасения таких стран, как Польша и Украина относительно своей безопасности, относительно своей экономической политики, и также упоминаются некоторые опасения о том, что Россия будет направлять доходы, полученные от экспорта газа, на оборонные и военные цели, чего страны Европейского Союза не хотели бы. И в этом контексте рост эскалации напряженности со стороны Дании, появление риторики относительно небезопасности дальнейшего строительства газопровода это, в принципе, объяснимо. Что касается учений США недалеко от острова Борнхольн и в датских территориальных водах, да, действительно, такие учения имели место. В них принимали участие 8 нейтральщиков, которые искали глубоководные мины, химическое оружие и другие опасные боеприпасы, которые, возможно, остались на дне первой и второй мировых войн. И, несомненно, это выглядит как демонстрация силы, демонстрация некого политического давления и желание воспрепятствовать дальнейшей реализации проекта, несмотря на выданное разрешение. При этом нужно отметить, что проект «Северный поток» это не студенческая курсовая работа, это крупнейший инженерный мировой проект, в котором задействованы лучшие инженеры из этой отрасли со всего мира, которые уже принимали участие в строительстве подобных объектов во всем мире, по дну Каспийского моря, принимали участие в строительстве объектов в Мексиканском заливе и так далее, которые, конечно, не могли не учесть всех этих факторов. Это во-первых. Во-вторых, учитывая то внимание, которое уделяется экологии странах Евросоюза, и учитывая то, что это уже строящийся проект, который получил разрешение на строительство, который был согласован, конечно же, это согласование нельзя было получить без подтверждения того, что место строительства газопровода не проходит по опасным зонам, и что не обеспечена полная безопасность прокладывания трубы по дну моря. И таким образом эти военные учения, они демонстративны, достаточно дерзко, показывают некую надежду Соединенных Штатов найти какие-то факторы, которые могут, тем не менее, воспрепятствовать строительству газопровода, и что они в силах остановить этот процесс и повернуть вспять уже принятое решение. Здесь нужно отметить, что, несмотря на то, что разрешение выдано, срок его апелляции стекает 3 августа, и, возможно, те силы, которые хотели бы воспрепятствовать дальнейшему развитию проекта, будут использовать все эти возможности, и говорить о том, что этот этап или это веха проекта уже окончательно пройдено, можно будет, скорее, ближе к середине августа. Мы будем надеяться, что все будет нормально, что все будет в порядке, и Дания поведет себя последовательно, и, выдав уже разрешение, не будет его отзывать. Но, тем не менее, нужно принимать во внимание, что есть срок апелляции. Что касается патиции Дании, то следует принять во внимание ее общую проамериканскую политическую ориентацию, ее ориентацию на сотрудничество с Вашингтоном, в том числе в военной сфере. Более того, когда Дания остановилась фленом Евросоюза, одним из условий ее членства было наращивание военного сотрудничества с Вашингтоном, а не с европейскими военными силами. Поэтому, в принципе, такое проамериканское поведение в этом вопросе с политической точки зрения объяснимо. С экономической точки зрения это вряд ли принесет Дании некие дивиденды, поскольку этот проект не идет как-то вразрез с ее экономическими интересами и не угрожает никак ей безопасности. Это политический вопрос, в котором Дания ведет себя последовательно в форматере политики Соединенных Штатов. Более того, возможно, имеет смысл предположить, что у Дании есть собственные амбиции в плане газификации Западной Европы, поскольку был некоторое время назад альтернативный проект Baltic Pipe, который должен был соединить Норвегию и Польшу, и он должен был также проходить через территорию Дании. Возможно, Дания имела некие экономические амбиции по участию в этом проекте. И таким образом здесь тогда можно объяснить некий польский след в этом проекте, поскольку Польша хотела посредством этого проекта обрести некий статус крупного европейского газового хаба, который мог бы продавать в страны Восточной Европы, в страны Прибалтики норвежский газ, а также американский СПГ из СПГ-терминала. Поэтому таким образом это поведение объяснимо. Более того, Дания демонстрирует высокую солидарность с Украиной, и премьер-министр Дании встречался с премьер-министром Украины, и они, в общем, публично заявляли о взаимопонимании и о поддержке Дании политики Украины. Поэтому это поведение понятно, но здесь есть большой потенциал лоббизма как-то с той и с другой стороны. То есть если Польше и Украине удается лоббировать свои интересы, то должно удаваться лоббировать эти интересы также другой стороны, Газпрому и Российской Федерации. Поэтому будем надеяться, что апелляции не последуют, и проект сдвинется с мертвой точки, и строительство продолжится дальше. Тем не менее, скорость строительства будет зависеть от дальнейших решений не только со стороны Дании, но и со стороны Германии, от настроения Германии и активности Германии в этом вопросе. Но буду надеяться, что в течение 2020-2021 года проект приблизится к следующей фазе, к введению эксплуатации. Андрей, как раз переходя к немецкому фактору во всем этом вопросе, мы понимаем и слышим регулярно, что США продолжают грозить санкциями тем компаниям, которые участвуют в проекте «Северный поток-2». Насколько в данном случае штатам по силам заставит уже Германию отказаться от этого проекта, от идеи строительства? И что, на Ваш взгляд, стоит за заявлениями Меркель о том, что нужно уходить уже из-под какого-то американского влияния, из-под американского лидерства? Вот недавние заявления, которые были озвучены, госпожа Меркель. Что Вы видите за этим? Ну, несомненно, за этим можно разглядеть сразу уверенную борьбу Соединенных Штатов Америки за европейский, очень привлекательный и очень противоспособный рынок энергоресурсов. В этом прослеживается активное желание Вашингтона поставлять свой сжиженный природный газ Германии. Но при этом нужно отметить, что в отличие от многих стран Левого Союза, Германия является экономически самодостаточным государством, сильной промышленностью. Сильной экономикой, которая с каждым годом все более чувствительно относится к вопросам затрагивания своего соленитета, особенно в части экономической энергетической политики. То есть Германия рассчитывает на право самостоятельно определять свою энергетическую политику и желательно с неких экономических предпосылок, а не политических, как того хотел бы Вашингтон. Поэтому дальнейшая борьба Соединенных Штатов за этот рынок будет продолжаться. Ориентация Германии при этом достаточно последовательная. Германия поддерживает строительство Северного потока и будем надеяться, что будет поддерживать его и дальше, поддерживать развитие газового рынка Западной Европы с участием в нем Газпрома. Ну, нужно отметить также, что Германия, диверсифицируя свою энергосистему в целом, диверсифицирует также поставки газа. И наряду с проектом «Роснордстрим» на Балтийском море, там в двух сотнях километрах к западу, на Северном море в городе Брунсбутель Германия строит крупный СПГ-терминал German LNG, с возможностью принимать одновременно два СПГ-танкера формата Q-MAX. То есть это крупный океанский СПГ-танкер, который позволит поставлять в том числе американский газ на европейский рынок в городе Брунсбутель. В принципе, уже сейчас есть крупные газораспределительные по станции, которые распределяют газ с Северного моря, который добывается даже на территории Германии. В Германии есть, собственно, газ в том числе. Соответственно, из этого терминала через хранилище, через систему проводов газ будет поставляться дальше по Германии на европейские рынки. То есть налицо диверсификация и отсутствие некой единой ориентации только в сторону проекта «Нордстрим-2» и в сторону сотрудничества с Россией. Этот терминал строит голландская компания. Поставлять туда жиженый газ сможет, будем предполагать, что и «Газпром» в том числе, поскольку технологические возможности будут для этого пригодны. И в этом есть как угроза, так и окно возможностей для «Газпрома» для того, чтобы нарастить поставки газа не только через трубопроводный газ, но и через жиженый провод. Кроме того, Германия диверсифицирует свою экономику и энергосистему посредством увеличения доли возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе. Но здесь нужно отметить, что скорее не должно быть иллюзии о том, что Германия полностью отойдет от ископаемых источников энергии в какой-то долгосрочной перспективе и заменит их всех возобновляемыми источниками. Скорее, это не произойдет, потому что возобновляемые источники энергии обладают низкой гибкостью. То есть солнце и ветер имеют место не всегда тогда, когда есть большая потребность в электроэнергию. Соответственно, в солнечный и ветреный день, где-нибудь в середине августа, когда предприятие закрыто на летний отпуск, и все сотрудники, все граждане страны находятся в других странах в отпуске, сеть мощности генерирует электроэнергию. Ее нужно передавать по сети, сеть не справляется, потребителя нет, ее нужно куда-то девать. Ее нужно либо аккумулировать, что очень дорого, либо потреблять. Поэтому уже сейчас в этой связи есть спрос на услуги по потреблению этой энергии, то есть накопилась какая-то энергия, нужно ее куда-то деть, нужно запустить поезд, чтобы он просто проехал по какому-то расстоянию и просто ее потребил. Соответственно, переход на возобновляемые источники энергии скорее коррективизует повышение энергоэффективности, но не полный уход от цифровых источников энергии, поскольку газ дает высокую гибкость в энергопотреблении, то есть его можно взять столько, сколько нужно, тогда, когда нужно. И это большой экономический плюс и большое экономическое преимущество газа как источника энергии. Андрей, если мы будем подводить какой-то промежуточный итог нашей беседы, каковы, на Ваш взгляд, прогнозы относительно завершения строительства Северного потока-2? Быть может, повлияют на это те карантинные меры, которые были введены и продолжают вводиться в ряде стран, в том числе Европы. Может, эти факторы как-то скажутся также на продлении сроков строительства. И как вся эта ситуация, на Ваш взгляд, вообще повлияет на расклад сил в Европе? Вы уже сказали о Германии, о ее достаточно независимой в этом смысле позиции. Но если мы говорим в целом о Европе, как Вам кажется, как эта ситуация отразится на раскладе сил? Немного возвращаясь к предыдущему вопросу, по поводу высказываний госпожи Меркли, я просто не прокомментировал это. Я хотел сказать, что такие высказывания год от года становятся все острее, показывая тем самым, что Германия в долгосрочной перспективе не готова позволять диктовать себе условия экономической политики, энергетической политики в перспективе военной политики, что Германии не нравится, например, в том числе то, что находящиеся на территории Германии атомные бомбы, которые остались еще со времен Холодной войны, они должны обслуживаться американским контингентом, они требуют для этого американского самолета, Германия не имеет права поставить туда свой немецкий самолет, проект Airbus, это должен быть американский самолет, Германия обязана его купить. Подобный подход Германии все меньше и меньше нравится, поэтому эта риторика будет, на мой взгляд, нарастать, но, скорее всего, она останется в плоскости риторики, нарастающей, модно-глусмысленной, но при этом корректной, и какого-то резкого разворота в ближайшей перспективе, возможно, не произойдет. Что касается изменения баланса сил, безусловно, достройка северного потока, которая ожидается в 2020-2021 году, если не произойдет каких-то новых обстоятельств, если не будет каких-то новых препятствий строительства, конечно, это придаст Германии еще большее значение на европейском энергетическом рынке, обеспечит надежные энергопоставки в страну и обеспечит, соответственно, и партнер Германии, с которым она сотрудничает по поставкам электроэнергии, обеспечит также надежным энергоснабжением. Что касается баланса сил, то Польша и Украина в этом случае потеряют свою позицию или будут вынуждены расстаться с некими своими амбициями по наращиванию газового потенциала на европейском рынке. Те страны, которые жили до этого за счет, ну или во многом за счет транзита газа через свою территорию, потеряющие своих доходов, те страны, которые будут пользоваться этим газом, получат более выгодные энергоносители и повысят свою конкурентоспособность в экономике. Андрей, большое спасибо за ваши оценки и высказанные прогнозы. Это очень интересно. Мы, как обычно, в данном формате предполагаем некоторые вопросы от наших слушателей, которые они оставляют под постом в Фейсбуке. Если вы позволите, я сейчас тогда их зачитаю. Те вопросы, которые нам пришли. Первый вопрос касается позиций крупного немецкого бизнеса и тона публикации немецких СМИ про СП-2. Имейте в виду, видимо, как немецкий бизнес относится к этой ситуации, как он воспринимает, по всей видимости, и позицию американскую здесь, и как немецкие СМИ вообще комментируют эту тему. Могли бы вы, пожалуйста. Короткий вопрос про СП-СПГ или СП... А, СП-2, Северный поток-2. А, Северный поток-2. Немецкие СМИ делятся на два лагеря. То есть есть тот лагерь, который поддерживает наращивание сотрудничества с Россией, углубление восточного... Ну, не восточного партнерства, а углубление сотрудничества с Россией, которое углавляет и Геркан Шрёдер, с одной стороны, и Матиас Плацек, и все те эксперты и политики, которые выступают за укрепление отношений с Москвой. И есть другой лагерь, который ориентирован на транскалантические отношения, который не устает говорить про атаки русских хакеров на выборы в Соединенных Штатах, который видит во всем, что происходит в Европейском Союзе, российских агентов, и спекулирует на теме. Ну, если вы помните, было убийство в Берлине, выход с одного из российских республик, и вокруг этой темы была развита большая дискуссия по поводу участия в службе в этих историях. Сейчас ситуация произошла в Австрии. И, соответственно, как бы, касательно Северного потока, естественно, немецкая пресса опирается на три тезиса, которые я упомянул вначале. Это повышение зависимости от российского газа и так называемого минус замедленного действия в плане тарифов, что сейчас будет построен газопровод. Германия привыкнет, и Европа вообще привыкнет к российскому газу, а через 15 лет тарифы будут на уровне совсем другом. Относительно того, на каком они есть сейчас, это будет очень выгодный. Плюс доходы от газового бизнеса будут идти на оборону и на какие-то военные операции, что тоже используется как некое пугало для европейской общественности. И третий момент – это прямая угроза безопасности Польши и Украины. Ну а поскольку Европа демонстрирует свою солидарность друг с другом, то страны-прибалтики, которые так активно поддерживают, естественно, это оппозиционный фронт в этом отношении. И по большей части западной прессы она носит такой характер. Андрей, я бы уже еще хотела бы, завершая нашу дискуссию, задать от себя вопрос и анонсировать, собственно, мероприятие, которое будет проводиться нами на следующей неделе, 16 июля в четверг. Мы проводим первый молодежный форум позданских встреч в режиме онлайн. По сути, он будет шестым, но первым в подобном режиме, учитывая текущие обстоятельства. И в нем примут участие в том числе и официальные лица, как с российской, так и с немецкой стороны. С немецкой стороны планируют участвовать. Дирк Визу, полномоченный, собственно, по России, в Бундестаге. Кристиан Шмидт, член Бундестага. Как вам кажется, будут ли они вообще в принципе затрагивать эту тему в своих выступлениях перед молодыми людьми? Либо они будут стараться как-то эту тему обойти и обозначить свою позицию, к примеру, по другим вопросам, возможно, визовым, которые вы часто сами поднимаете на наших форумах? Да, благодарю за анонс этого мероприятия. Действительно важная площадка для укрепления германо-российских отношений, для закладывания прочного фундамента по сотрудничеству Германии и России на уровне молодых специалистов сейчас, которые вырастут через некоторое время и станут прочным каменным мостом между Германией и Россией будущего. Я считаю, что тема «Северного потока» будет затрагиваться независимыми экспертами, более гибко и более открыто, и они будут высказывать свое собственное мнение и будут гораздо смелее рассуждать на этот счет и высказывать предположения и опасения, которые действительно они разделяют и высказывают те мысли, которые они действительно выстрадали, которые есть у них в голове, и которые они хотели бы поделиться. Но если мы говорим о представителях официальных организаций, там, Министерства иностранных дел, или там, Баннистага, или каких-то еще структур, конечно, они как государственные служащие, как и в России, они должны поддерживаться официальной линией. И в этой связи я бы не ждал каких-то сенсационных заявлений, поскольку, ну, если чиновники отступают от официальной линии, то обычно заканчивается для них не очень хорошо. Поэтому я думаю, что, возможно, будет сказано что-то новое. Возможно, эта площадка может быть использована как некий полигон для каких-то смелых идей, для того, чтобы их только обозначить, как-то прозондировать реакцию. И потом, если это будет успешная попытка, вывести это на официальный уровень, уже на уровень каких-то переговоров между дипломатами и, возможно, министрами. Это бывает. Но в целом это в любом случае будет интересная дискуссия, интересное мероприятие. Поэтому приглашаю к участию, приглашаю к просмотру трансляции. Да, спасибо большое, Андрей. И пока мы беседовали, нам поступил еще один вопрос от члена клуба Горчакова Айка Халатяна. Айк – журналист, политический обозреватель. Он интересуется, что ожидает транзит через Украину после ввода в строй Северного потока-2. Он окончательно умрет? Я смотрел бы на этот вопрос с инженерной точки зрения, поскольку изопровод – это серьезное инженерное сооружение, которое в любом случае при его наличии так или иначе должно использоваться. Объемы транзита, возможно, будут меняться, но сама инфраструктура, газотранспортная сеть, я думаю, что она будет использоваться в тех или иных целях, и сам газопровод никуда деться не должен. Спасибо большое, Андрей, за все ваши ответы и за очень интересную, полезную дискуссию, чрезвычайно актуальную. Запись мы обязательно сохраним и также вложим на нашем YouTube-канале. А 16 июля на нашем YouTube-канале вы можете смотреть прямую трансляцию молодежного форума «Пазамских встреч» на двух языках – на русском и на немецком, потому что дискуссия будет вестись на двух языках с синхронным переводом. Пожалуйста, подключайтесь к нам, следите за нашими анонсами, и будем рады до новым встречам в разных форматах. Спасибо большое еще раз, Андрей, за очень полезную дискуссию. Спасибо, Дарья, спасибо фонду Горчукова. Увидимся. Спасибо, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»